Друзья, приветствую всех, всех с наступающим и добро пожаловать в восьмой новогодний выпуск. Уже, ребята, восьмой выпуск, да, сколько времени прошло, а вот таким вот был первый новогодний выпуск. Здарова всем, всех с наступающих, ребятушки, с наступающим всем. Вот такой вот сидел позитивный пацанчик, в кармане 300 долларов, это все было мое состояние. Вот такие были времена, да. А сейчас сижу в роллсе, но традицию не нарушаю, как снимал для вас видео. Так и снимаю. Друзья, кстати, я проведу прямую трансляцию в инстаграме, ни разу еще не проводил, вы меня просите 31 декабря. Всех жду на прямой новогодней трансляции в 16.00 по Варшаве, в 17.00 по Киеву или в 18.00 по Москве. Все, друзья, всех жду 31 декабря. В общем, друзья, в этом выпуске я подведу итоги года, расскажу, как я изменился, как изменилась моя жизнь, а то вот многие говорят, да все, вот инстардинг уже не тот. Вот раньше был инстардинг, да, горели глаза, а сейчас вообще не тот, видео редко выходит. Друзья, смотрите, я вам так скажу, конечно же я не тот, ну конечно же я не тот, потому что меняется время, потому что меняются приоритеты. Смотрите, когда ты вот в универе, да, какие там у тебя приоритеты? Какие приоритеты? Сдать сессию и офигенно отдохнуть, просто на максимум тусить и брать, короче, от жизни все, пока ты молодой. Вот такие приоритеты. Потом заканчивается универ, какие приоритеты? Дальше тусить по максимуму? Нет, конечно же, нужно искать работу. Все, уже не до каких гулек тебе нужно искать работу, и тогда ты по максимуму топишь, работаешь по 15 часов, тебе нужно подняться, тебе нужно заработать деньги. Одни приоритеты. Теперь у меня команда, да, это ответственность, другие приоритеты. У меня теперь жена, там, ребенок, кстати, вот у меня, кто не знал, родилась дочь 30-го, 30-го будет 2 месяца, 2 месяца. Совершенно другие приоритеты, вот новый смысл, новое счастье. Теперь другие приоритеты. Если раньше я много времени тратил на создание капитала, то сейчас я много времени трачу на управление капиталом. Я раньше работал 80%, да, и это мне приносило 20% дохода. Сейчас я 20% трачу на работу, и это мне приносит 80% дохода. Вот так сейчас изменилось время. Потому что я уже создал капитал, теперь уже мне проще. Ну, к примеру, если раньше, например, заработать 100 тысяч долларов, это нужно было, ну, я не знаю, дофига работать. Много очень нужно было работать, когда у тебя ничего нет, да. Это должен был быть ручной труд, и взять тот же трейдинг, да. Трейдинг это ручной труд. Нужно было по максимуму пахать, чтобы вот эту соточку заработать. А сейчас, как сейчас сотку заработать? Вообще по кайфу, неделю там потратил на анализ какого-то актива, вложил там 100 тысяч долларов, еще 100 сверху заработал. Вот так все просто. Сейчас, да, когда у тебя уже есть капитал, или там вложил 200 тысяч, поднял там за недельку 150 тысяч долларов. Все, просто вложил, ты руками не работаешь. Вот как сейчас легко уже, да, делать деньги, когда у тебя уже есть деньги. Теперь я больше времени трачу на управление капиталом, да, на диверсификацию, там, перекладываю на безопасность, там, заполняю таблицы. Я за всем прям слежу, у меня все четко расписано, где какой у меня актив. В общем, вот теперь я на это трачу время. Раньше у тебя нет денег, и ты фигачишь по 15 часов. Вот так меняются приоритеты, и у вас будет так же. Нельзя все время как бы находиться, ну, не знаю, на одном уровне, да. Также время меняется, да, вот если взять тот же YouTube. Сейчас у нас больше просмотров. Сейчас, прикиньте, больше просмотров, а роликов меньше. Почему? Потому что сейчас эра коротких видео, да. Сейчас мы постоянно выкладываем эти короткие видео, они уже у нас там на потоке. Опять же, я на это очень мало трачу времени, да. Если раньше тебе нужно было фигачить, фигачить и работать, то сейчас уже все идет как бы на потоке. Если раньше набрать там 100 тысяч подписчиков, ну, это капец как было сложно. Я как радовался, блин, этой серебряной кнопке. А сейчас, а что сейчас? Сейчас вот человек на канале Instarding Life сделал 100 тысяч подписчиков за месяц. Мы вот на Instarding Shorts тоже там легко сделали эти 100 тысяч подписчиков. Да, много подписчиков, много просмотров, но не то качество. В общем, друзья, меняются времена, и мы уже не можем действовать как раньше. Плюс сейчас, да, смотрите, как все ускорилось. Эти нейронки, искусственные интеллекты. Мне уже реально тяжело это все вывозить, да. Раньше реально было как-то проще. Но, смотрите, важный момент. Меняются приоритеты, меняются времена, но принципы, принципы всегда остаются. Смотрите, сколько лет я на ютубе? 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет, одно любимое дело. 8 лет, одна единственная женщина, 8 лет, одна философия. Вот вам и секрет успеха. Все мега просто. Плюс я вам уже рассказывал, что в этом возрасте я уже капец как успокоился, кайфую, никуда не гонюсь. Ну, потому что, конечно же, я уже добился определенных результатов. Сейчас вот больше времени провожу с семьей, кайфую, смотрю, как растет дочечка, да. Не пропадаю где-то там на работе, не фигачу за эти бабки. Не пропадаю где-то в командировках. Не знаю, я провожу время с семьей. У меня есть и деньги, и я могу время уделить семье. Вот это настоящий кайф, да, настоящая свобода. Я вам уже рассказывал, да, как у меня менялись приоритеты, да, что сейчас основной смысл счастья. Если раньше, да, я хотел кому-то что-то доказать в начале пути, я всем докажу, я все смогу. Вот увидите, да, там, родителям, друзьям. Потом я отбросил эту концепцию, все, я себе докажу, я смогу. Потом я эту концепцию отбросил, все. Теперь я никому нифига ничего не доказываю, я счастливый человек. Зачем мне что-то кому-то доказывать? Так, что еще вам рассказать? Начал я больше как бы выходить в люди, да, много общаться с ребятами. И знаете, друзья, я капец сколько людей встретил, которые воспитаны на моей философии. Я вот встречаюсь там с ребятами. Инстардинг, ты, блин, я твои видео смотрел. Я вот открыл свой бизнес, в прошлом году заработал миллион долларов. Ребята показывают мне фотки, вот, встретил одного человека, показывал мне фотки, да, как я с ним сфоткался где-то там на семинаре. Он работал, он работал помощником на этом семинаре, в общем, волонтером, бесплатно. Нифига не было денег, говорит, в наушниках там слушал твои видео, да, скачивал аудиозапись моих видосов, загружал себе в телефон, слушал там, когда работал мои видео. И вот сейчас, да, запустил бизнес, тоже долларовый миллионер, прикиньте. Все ребята, с которыми я там, ну, пообщался, они долларовые миллионеры. Ну, в кругу как бы предпринимателей, да, в кругу как бы успешных людей. Вот, там и в баню ходили, и там все долларовые миллионеры, прикиньте. И мои подписчики, бывшие мои подписчики, прикиньте. А сколько ребят вышли как бы из моего проекта, и все, блин, добились успеха, прикиньте. Тот же там Кирилл Эванс, там Гриша, кто, Серега Икигай, все сейчас успешные блогеры на ютубе. Макс Бакс, да, начинал там вместе со мной. Когда я начинал, я вообще был один, никого не было. Макс Бакс мне там записывал видео, там обращения, типа, и все сейчас стали успешными. Ксюша, блин, сколько, блин, людей. И все добились успеха. Капец, да, я как будто 20 лет уже на этом ютубе. Так же этот 23-й год чем еще порадовал? Да вообще это разрывной год, просто разрывной год. Столько всего произошло. Дочка родилась, вот, роллс забрал. Забрал роллс, да, рассказывал уже. Купил роллс еще до войны, потом все эти события. Вот в этом году забрал роллс. Сейчас капец, как кайфую. Не ездил уже сколько, больше месяца, наверное, не садился в роллс. Ребята, сел в роллс. Ездил, кстати, на Порше вот это время. Ездил на Порше. Ребята, это небо и земля, реально небо и земля. Ты сюда садишься, просто, и не знаю, тишина. Ничего не слышно. Он просто плывет, просто плывет. Ты как едешь, я не знаю где. Ты не на машине в этом роллсе. Настолько здесь кайфово. Реально, когда долго не ездил, просто я сел, настолько кайфанул. Что еще в этом году? Что еще в этом году? Освоил вейк серфинг. Освоили, кайфанули в Варшаве. Лето просто удалось. Весь сентябрь еще катались. Дальше. Гольф освоил. Гольф освоил в этом году. Вообще просто кайф полнейшей машинки. Едешь себе природка. Купили клюшки и спорт. Не знаю, все тело работает. Много ходить нужно. Несмотря на то, что ездим на машинках, да, потом все равно нужно идти там от лунки к лунке. В общем, много ходить нужно. Тело работает. Ты этой клюшкой фигачишь. В общем, нифигово устаешь на этом гольфе. Что еще произошло в этом году? Фонд благотворительный зарегистрировали уже официально. Все, теперь мы прям благотворительностью занимаемся постоянно, прям на регулярной основе. Большое спасибо фонду Инстандерденку. Большое спасибо, что он нам привез такое буржуйку. Мы будем в тепле сидеть и в добре. Спасибо вам. Благодарим вас за все, за все. Спасибо вам большое за буржуйку. Теперь у меня кухня будет очень-очень теплая. Спасибо, ребята, из фонда Инстандерденку за печь. Еще важный момент по поводу благотворительности. Мы вот большой акцент ставим на моральную составляющую. Да, не только вот на материальную, а на моральную составляющую. Мы спрашиваем у людей, что им действительно нужно. Прям спрашиваем. Даже если там дарим детям подарки, тоже спрашиваем там, о чем они мечтают. Ну, это изначально была моя концепция, моя философия. Я еще как раньше ходил, там, помню, в детский дом, я хотел реально осуществлять мечты. Да, чтобы, знаете, воспитывать в людях, не то, что воспитывать, а вселять веру в людей. Да, чтобы люди верили, чтобы понимали, что вера работает, что мечты работают, чтобы не разочаровывались. Хотела там та девочка пианино, купили мы там ей то пианино, да, о котором она всю жизнь мечтала. Вот еще с такой стороны мы подходим, да. И вот когда мы привозим там какую-то помощь, мы хотим делать реальный праздник, зачем там покупать те шоколадки, надо покупать, надо покупать, потому что и так людям тяжело. И вот привнести в жизнь какой-то маленький праздник, какую-то радость, это намного важнее, потому что вот эта вот радость, она будет греть людей еще очень много времени. А вот там килограмм гречки съели и забыли. А радость, вот понимание того, что о людях помнят, о них заботятся, оно вот навсегда вот здесь остается. Да, вот почему это так важно. И, друзья, я вам всем говорил, что каждый должен нести пользу. В первую очередь даже для вас, потому что вам от этого будет хорошо, вы будете счастливы. Каждый из нас может нести пользу всем окружающим, обществу, людям, своей стране. Каждый может нести пользу по своим возможностям. У кого нет денег, тот может другими способами нести пользу. Но пользу нести могут все, потому что там может кто-то меня хейтит. Вот ты тут сидишь такой в роллсе там за границей. Не важно, где я сижу, важно, что я делаю. Важно, что я делаю, потому что многие могут сидеть и нихрена не делать. Могут много говорить, критиковать, важно делать. Важно делать, важно помогать и поступками, и словами, и деньгами, если у вас есть возможность. Это могут делать все. Это первый момент. И вот второй момент, вот, обращаюсь там к хейтерам, которые говорят, вот ты там сидишь за границей. По философии нашей семьи, по семейной философии, по семейной декларации, у меня еще есть семейная декларация. Основа это счастье и безопасность семьи. И если бы у вас были возможности, да, вот я обращаюсь к хейтерам, вы бы тоже обеспечили своей семье безопасность. Иначе нафига тебе деньги, если вы не можете там обеспечить своей семье безопасность. Все бы хотели, чтобы их дети, да, росли там под мирным небом. Все бы хотели. И если бы у вас были эти возможности, вы бы обеспечили безопасность своей семье по-любому все. Ну, если говорить о финансах, да, о доходности, о заработках, то, конечно же, этот год тоже очень приятно удивил. Особенно вот концовка года. Вот посмотрите, какие результаты. 60 тысяч долларов за месяц. Вот 80 тысяч долларов. 80 тысяч долларов это за, вот сколько? За две недели. 80 тысяч за две недели. Это, кстати, позиции из моего основного инвестиционного портфеля. Я давал эти позиции также в открытом телеграм-канале. Вот я некоторые позиции свои раскрыл. Друзья, подписывайтесь в основной телеграм-канал. Первая ссылка в описании. Я там делюсь некоторыми моментами из закрытого клуба. Но что вот хочу важное сказать, друзья. Я уже почти закончил формировать свой основной инвестиционный портфель. И вам советую в этом месяце, вот в декабре, вот в этом году закончить формирование своего основного инвестиционного портфеля. Я свой портфель представил в закрытом клубе. Еще буквально там сделаю несколько таких небольших вложений. Уже почти закончил формирование портфеля. Еще, может быть, там в январе парочку вложений сделаю. Таких небольших, там на 1-2% от депозита. И все, друзья, мы потом уже не будем инвестировать. Потом, там если будет рост в 24-м году, в 25-м году, все, мы инвестировать не будем уже. Мы будем зарабатывать, мы будем забирать прибыль, когда все будет расти. Да, если будет бешеный рост, мы будем, конечно же, зарабатывать там на фьючерсах. Там будут просто сумасшедшие проценты. Но проинвестировать нужно сейчас, на ранних этапах сформировать свой портфель. И все, да. И потом уже извлекать прибыль. На фьючерсах, да, будем зарабатывать. Вот, кстати, в этом месяце тоже посмотрите, какие результаты. Я вам говорил, что этот месяц будет лучше, чем предыдущий. Вот у нас общая доходность больше 2-х тысяч процентов. Это вот сигналы от профессиональных трейдеров. Они доступны только в закрытом клубе. Также вот некоторые мои. Вот смотрите, позиции просто, просто. Это только начало, друзья. Это только начало. Смотрите, какие проценты, да. А что будет на бычьем рынке, когда все просто полетит в космос? Там будут десятки тысяч процентов. В общем, друзья, я напомню, что осталось всего лишь несколько дней до повышения цены на закрытый клуб. По текущей цене вступить в закрытый клуб 555 долларов можно будет по 31 декабря этого года. А в январе уже, вот 1 января 2024 года цена на закрытый клуб будет уже 1000 долларов. Так что, кто хотел вступить, поторопитесь в закрытый клуб. Вторая ссылка в описании. Все, друзья, на этом буду прощаться. Работайте над собой, работайте над собой, обращайте внимание на себя. Не критикуйте никого, не осуждайте никого. Это все крадет у вас энергию. Нафиг это вам надо. Обращайте внимание на себя, работайте над собой и будет вам счастье. Хочу пожелать всем в первую очередь это крепкого здоровья и безопасности для вас, для вашей семьи, физической именно безопасности. Сейчас это актуально и остальное уже все, оно прибудет, если будете работать над собой. И любовь, как в плане отношений будете работать, так и в плане финансов и благополучия, это все придет, если вот по правильной философии работать, верить. И все к вам придет в свое время. Вот это тоже очень важно понимать. Все к вам придет. Вот я тоже раньше как-то хотел перепрыгнуть этот уровень. Нет. Если вы на этом уровне, да, и не можете его перепрыгнуть, значит вам вселенная дает понять, что нужно еще побыть здесь. Побыть здесь, проработать вот текущие моменты, текущие ситуации, извлечь из этого урок. И если урок будет усвоен, вы будете двигаться дальше. И в дальнейшем будете получать все новые и новые подарки и, конечно же, уроки. И вот так вы будете постепенно двигаться, но всему свое время. Все, друзья, всех, как обычно, крепко обнимаю, целую. Огромное вам спасибо за поддержку и за такое крутое окружение. Все, увидимся, когда 31-го. Всех жду на стриме 31-го декабря в Инстаграме. Все, до новых встреч. Всех с Новым годом. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!